Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд и его ведущий Степовый. В предыдущей серии мы рассказали о нашем нелегком пути к заброшенным деревням в глубинке Костромской области, переправе через Брод к давно покинутой церкви и об одной из этих деревень, где нам посчастливилось найти совершенно нетронутые дома, давно покинутые их хозяевами. А в этой серии вы увидите брошенную технику, опустевший фельдшерско-акушерский пункт, услышите рассказы местных жителей из соседней деревни, отрезанной от большой земли рекой, и узнаете о необычных сторонах деревенского быта. Не переключайтесь, будет интересно. Вообще очень похоже, что вот этот вот дом, он обитаемый, и неясно есть там кто-то сейчас или нет, но очень похоже, что сюда приезжают люди. А что интересно, вход в этот дом словно два льва охраняют два репейника. Заходим, здесь явно немало столярного инструмента, но я так понимаю, что дальше семей мы не войдем, потому что там все закрыто, а ломать ничего не хочется. И вот еще одно очень интересное место. Здесь стоит еще заброшенная техника. Это два запорожца и трактор. Причем трактор вообще похоже на ходу. Такое впечатление, что трактор явно на ходу. Причем на ведущих колесах у него цепи. Видимо, здесь совсем беда с дорогами. И то, что мы испытали на себе, это цветочки. Раз даже трактору требуются цепи для того, чтобы здесь передвигаться. Да, вполне себе живая техника. Можно сказать, рабочая техника. Все пахнет соляркой, смазкой. Хотя приводного ремня нету. Приводной ремень отсутствует. Можно сказать, уникальное место, где на одной улице собрано несколько транспортных средств. Трактор, причем явно живой. Два запорожца. Один из них в очень, скажем так, нормальном состоянии. Если учитывать, сколько здесь он простоял лет. И второй запорожец слегка распиленный. С отрезанными кузовными частями. Непонятно, зачем это сделано. Но мы можем видеть отрезанный багажник. Или точнее, отсек двигателя для этого запорожца. Поскольку у запорожца двигатель находится сзади. Причем ни на одной машине нету номерных знаков, что интересно. Ни на пятерке, которую мы видели до этого. Ни на запорожцах. Двигатель цел. Можно даже заглянуть внутрь автомобиля. Анекдоты о советском автопроме. На спидометре пробег 48 381 километра. Кстати, очень солидный пробег. Незамысловатый интерьер запорожца. Да, друзья, это своего рода автомобиль-легенда. Автомобиль-анекдот. Это действительно была машина героем бесчисленных анекдотов о советском автопроме. И в то же время автомобиль-легенда. Потому что это был массовый советский автомобиль. Доступный советский автомобиль. Кстати, тоже отметка о прохождении техосмотра. И здесь 2005 год видим. И что самое интересное, даже оставлены ключи в замке зажигания. Вот очень интересный момент. Благодаря разрушенным перекрытиям между нижним, скажем так, этажом фундамента, подвальным этажом и верхним этажом хозяйственным, здесь мы можем видеть фактически структуру вот этих северных домов, как они строились. Остатки какого-то хозяйственного инвентаря. Бензобак, топливный точнее бак. Скорее всего, от какой-то дизельной машины, трактора. Множество дров, поленница. Ну и давайте отправимся, собственно, в сам дом. Крыльцо здесь разрушено, поэтому сейчас надо будет заходить очень осторожно. Не ясно еще, какая лестница. А вот как раз вход в подсобное хозяйство, в помещение подсобного хозяйства. Обратите внимание, подо мной все шатается. Вообще такое впечатление, что этот дом разбирали на стройматериал. Ну и да, и там, в общем-то, делать нечего. Внутри дома, к сожалению, ничего не осталось, кроме занавесок. И потихоньку пробираемся сквозь траву к еще одному покинутому дому. Здесь мы сразу видим похожую, можно сказать, типовую для вот этих северных домов архитектуру. Синий, где мы сразу от парадной двери поднимаемся на высокий первый этаж. Здесь несколько помещений. Вот, например, подсобное помещение. Тоже, можно сказать, достаточно типовое для вот этих домов. Здесь, похоже, была спальня, но сейчас здесь просто жуткий бардак. Все сгнило, потому что прохудился потолок. И из-за этого мы видим такую картину печальную. Пройдем сейчас в основные помещения этого дома. Как и обычно видим, русскую печь. На столе какие-то документы, расписка. Так, указанную на обороте продукцию, получил в охрану. На себя принял покупатель, сдал. Отметка о вывозке. Необычная форма расписки вообще раньше не сталкивалась с подобными. Приказ на отпуск лесопродукции, понятно. То есть здесь, похоже, тоже занимались лесозаготовками. Здесь открытки 66-го года. И писали жителям вот этой деревни из Калужской области, из города Сухинищем. Поздравляем с праздником Великого Октября. Желаем всего самого хорошего в твоей службе, счастья в жизни. Вся наша семья. 30 октября 68-го года. Еще одна открытка. С Новым Годом. Из Ленинграда. С Новым 1976 годом. Желаю тебе счастья, здоровья и долгих лет молодой жизни. Марина. Вот еще одна открытка с 8 марта. В общем, здесь очень много открыток. Целый ящичек, целая шкатулка была. С подобными поздравительными открытками. Как и во всех остальных местных домах. Русская печь. Здесь была гостиная. Такой вот советский гостиный гарнитур. Диван. Там тоже были иконы образа. Комод. Обеденный стол. Кровать. Вот она, печь на кухне. И еще одно помещение. Здесь несколько кроватей. Две кровати. Шкаф. Ну, в общем, здесь тоже была спальня. Какой-то форменный китель, похоже, что военно-морских сил. Ну, в общем, явно с морской атрибутикой. Потихоньку приближаемся к дому с номером один в этой деревне. Здесь перед входом даже висит звонок. Достаточно мощный засов на двери. И сейчас посмотрим, что нас ждет внутри. Давайте отправимся внутрь очередного заброшенного дома. Здесь прям новые двери. Печка-буржуйка. Ого, похоже, здесь какое-то учреждение было. Конечно, не обходилось и без алкогольных напитков. Но здесь очень много памяток. План эвакуации при пожаре Калининского ФАПа. И так становится понятно, что здесь был медпункт. Самая главная памятка, конечно же, как вести себя во время теракта. Особенно в глухой деревне. Ну, и медработникам тоже не чужды были крепкие напитки. Похоже, что здесь были карточки пациентов. И они были отсортированы по деревням, которые обслуживались в этом медпункте. И можно посмотреть, сколько было деревень. Алютина, Анциферова, Вятка, Калинина, Кускина, Натальяна, Семенкова, Шелыкова, Шумовица. Девять деревень обслуживалось в этом медпункте. И похоже, что, к сожалению, всех их постигла такая же участь. Вообще, мы можем наглядно наблюдать, как вымирает русская деревня. Увы, но этот процесс уже не обрати. Зато посмотрите, какой шикарный сундук. Вау! Вот это да! К сожалению, внутри он оказался пуст. Но, конечно, такой раритет надо было открыть непременно. Ну и что интересно, у медпункта тоже было свое подсобное хозяйство. Здесь вот сено, здесь, видимо, каких-то животных держали. Вот это вот лежанка для больных, видимо, для осмотра больных. День клонился к вечеру. А нам предстояло побывать еще в двух деревнях. Заброшенной, расположенной с другой стороны оврага. И еще в одной, находящейся в нескольких километрах отсюда. По слухам, в ней еще были жители. Перейдя овраг, мы оказались в еще одной заброшенной деревне. Но каково же было наше удивление, когда мы обнаружили в одном из домов детскую, которую словно недавно покинули. Судя по найденным вещам, там жила девочка старшего школьного возраста, которая готовилась поступать в один из вузов. Интересно, как сложилась ее судьба после того, как она и ее семья покинули эту деревню. Настя, а жителей есть в деревне? Есть, а сколько примерно? Примерно. Сколько? Пять? Спасибо. Мы входим сейчас в соседнюю деревню, которая явно обитаема. И встретили трактористов, которые нам сказали, что здесь на данный момент проживает якобы пять жителей. Или пять семей. В общем, пока ничего не понятно конкретно. Как вы сюда добираетесь? На лодку. Ну, то есть только через реку, с другой стороны нету дороги. То есть вы, получается, полностью отрезаны от большой земли? Ну, совсем нет. Не, ну как? Ну, если только через речку купить. А как же продукты, магазины? Да как что? Диаконова, пять километров. Долго и съездить, хоть на машине, хоть на чем. Не, ну на машине же не добраться сюда. А как не добраться? На уазики ездят. На уазики возят? Сейчас мужики приедут с работы. А, то есть так и налаженного получается. Ну, как же. Что ж тут? Совсем что ли? А как продукты, интересно, сюда возят или вы туда ходите? Да, мы туда ездим. Кто для нас возит-то? Удивительно вообще. Центр диакона. Не, я причем в полной искренности шел, там на картах не обозначено. Написано ни одного жителя. А вижу трактора, люди ездят. Корова нас чуть не затоптала. А это сейчас что ли? Да, да, да. Мы тут шли, потом уже вокруг пошли. Что-то корова нас увидела и решила побежать резко на нас. Ой. Что-то как-то они на нас очень внимательно смотрят. Может, бычок. Испугались, что ли? Две коровы выбежали. Первая что-то начала махать рогами. Я испугался. Потом вторая. И окружили. Я думаю, ну все, сейчас все. Наши коровы не бодаются. Нет? Нет. На лодке ездим. А, на лодке переезжаешь. Да, не переезжаем, а прямо вот здесь уходим. Вот здесь у нас дорожка. На лодку и под Яконова. Удивительно вообще. На лодке так путешествие. А почему вот соседние деревни вот вымерли? Там уже все ничего. Там нарушилось, да. А почему? Просто как? Да уехали. Старики уж тоже перевезли поближе. Не, а как так получилось, что здесь люди остались, а там нету? То есть это случайность или как-то так? Да, живем, да живем и все. Да, да, да. А тут при Советском Союзе что было вообще? Колхоз, наверное? Колхоз, память Куйбышева был. Несколько деревень, да? Да кой? Знаете, сколько здесь деревень было. А в Аскарте-то есть, там ведь много бы деревень-то обозначено. Ну, непонятно, какие сейчас остались, а какие нет. Остались здесь, на этой стороне Шумовица. Это вот там вот здесь идти, если от церкви, туда, в сторону Дьяконово, по нашей стороне. И Наталина на этой стороне, больше нет деревень всего. А вот, а колхозы тут сколько там, коров, наверное, были, там, поголовьев? Ой, больше тысячи голов было. Тысячи голов было? Ну, да. Ну, сейчас вообще нету никаких хозяев, да? Сейчас и частники, свои-то не держат ни кто. В 2002-м все нарушилось здесь. В 2002-м, да? А почему именно в 2002-м? Просто так случилось? А так народ весь разъехался, работать некому стало. То есть 90-е держались, получается? До 2002-го еще держались. Картошки у нас на год накопаем. Своя. Своя, ну как же. Огурцы, помидоры. Это все свое. Ну, то есть, наверное, месяц-два сможете без внешнего мира. Конечно. Вот огурцов не надо свежие, на салатовом. Не откажусь. Не живы? Чай. Чай, молодой. А самый старый житель, вот сколько здесь ему лет примерно? Самый старый житель, если в деревне. Да хоть. Нет, у нас самый старый житель. Ну, бабка у нас жила 93 года, была умерла. Ничего себе. Вот бабка тоже вот эта жила, рядом тут дом тоже 90 с чем-то лет была умерла. А вам сколько, если не секрет, лет? Мне-то? Да. Семнадцать. Ну, с половиной хоть. Семьдесят пять, да? Пятой. Семьдесят пять. Не бремся, да помазаться. Вот совсем. Молодой был. И дома, наверное, старые. То есть все, то есть вы говорите, сто лет вашему дому. Ну, вот старый дом разрушился уже тогда. Ну, вот старый дом. Вот этот вот с антенной. Это уже старый, вот за ним старый дом. Ну, сколько там, ну, примерно? Семьдесят лет, сто лет или больше ста лет? Ну, уже за семьдесят, да. А больше ста лет есть дома? Нет, наш Пати самый старый степень был. А в советском Союзе, почему мост не построили или дорогу? Людей мало, наверное. Да, людей-то много было. Был в проекте, там, а здесь мост. Был? Ну, странно, я говорю, да, вы говорите. И на карте еще где-то есть. Зимой наводили мост, и почему постоянно не поставить? Был в проекте мост? Мы зимой сами делаем. Каким образом? Каким образом? Накидаешь снегу, когда замерзнет, поливаешь водой под мороз. Ну, что себе. Потом опять намораживаешь. Зимник такой? Да. Как все-таки считать, почему дорогу-то он не поставил? Вроде бы паромы, говорит, ходили мы. Говорили, что паромы ходили. Так, паромы тянули. На веревке. На веревке его. А когда он пропал? У УАЗика не пропал. А их сколько-то время подержат, он на макат тяжелый, новые делает. А на зимнике-то вообще не опасно так переезжать? Там же и утонуть можно. Нет? Или просто... Нам ничего не страшно. У нас у каждых водки. Не, ну вот по зимнику машина возьмет, провалится? Ну, да, пиксируешь лед-то. Да, уж знают, какой лед-то, на какой машине ехать-то. Конечно, на большой машине. На большой не поедешь. То есть не было таких случаев, когда проваливалось? Да, проваливался как-то трактор, ну, не сильно. Да, упиливали. Никто не погиб там? Да нет. То есть провалился и потом поймали уже? Ну, кабина торчит, если кто-то. Или кто-то мелко. А из чего крыша? Деревянная? Вот кровля самая? Да-да. Сейчас собираемся попыть. И надолго хватает такой деревянной? Вот это дранки, пусть у тебя 30, 42, а ему по 10. Было год, годов 5 вот крылья этот период. То есть больше 35 лет? Тоже ни за что бы не подумал, что деревянная крыша может так долго. Да. Я имею в виду не стропила, не основу, а именно сама кровля. А мыса в бане? Мыса в бане. А раньше в печках мылись? Я еще маленько мылась в печке. Печка? А ты как? В печь залезали и мылись. В печь залезать? Да, куда? Как? В русскую печь. В золе? Да как в золе? Я не пойму, а как там мыли? Ну вот в золу выгребали, что там все. Ну, в смысле в золу? Постельничек вязали из соломки или из камыша. Впихали, а вот туда и мылись там. Там вход большой что ли? Так, ну вот такой. А у вас осталась такая же печка? Нет, ну меня просто интересно, представить не могу, как можно туда залезать-то. А у вас такая же печка, да? А можете показать? Нет, я просто даже представить не могу. Это же интересно вообще, как вообще тут быт устроен. Ну что, вот печка, летача топим. Вот русская печка. Она не можно лежать, интересно? Можно. О, то есть можно топить и спать на ней, как на кровати. В углу обязательно получается. Икона. Икона, да, я вот замечал. Да нет, да, общий принцип. Вот туда вставали постельничек и туда залезали. А что такое постельничек? Ну я говорила, вот такой. Вязали из соломки. Из соломки. А что это? То есть во что обернуться, что ли, или как? Так нет, ну вот ложится. Ну как подстилка. А, подстилка. Подстилка из соломы. Из соломы, да. Ну вот солома. А может в воду туда или как? В воду туда, тазик или что? Так в тазике воду. А потом ходили, можете обмываться. А полоски вообще. И там что, есть место что? У тебя есть фонарик светительный? Есть, есть, есть. Ого! Вот это да! То есть получается туда залезали. И собственно говоря, прямо там мылись. То есть лежа. Сидя. Ну там вон, видишь, выше как бы свод печи. Ну и когда ребёнок сидит, да? Так мы сидели, так вот сидя. Вот тоже достаточно интересный дом. То есть он построен по типовой этой северной архитектуре. Но здесь присутствуют элементы наличников, элементы декоративной отделки окон и кровли здания. И в принципе считается, что в северной архитектуре это как раз не типовое решение. То есть обычно всё, что мы сегодня видели, северные дома эти так называемые, они без вот этих элементов декора. Закончить наше путешествие я решил в самом сердце Костромской области. Точнее в центре Костромы, возле пожарной части, возле знаменитой пожарной части, которая является, можно сказать, визитной карточкой Костромы, столицы Костромской области. Именно потому, что на сегодняшний день, пожалуй, Костромская область является самой богатой, к сожалению, на заброшенные деревни, во всяком случае в центральном регионе. И именно здесь я смог осуществить своё желание прикоснуться к фактически нетронутым заброшенным домам, побывать в деревнях, которые оставлены буквально в последние годы людьми и прикоснуться к этой атмосфере. Именно поэтому я остался очень доволен этой поездкой. И если, друзья, вам понравилось то, что те места, которые мы посетили так же, как мне, то не забудьте поставить лайк этому видео. Если вы ещё не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и расскажите об этом видео своим друзьям и знакомым. Всем пока! Всего вам самого наилучшего! Продолжение следует...